Тумсо, если ты говоришь, что Ауховский район нужно вернуть в Чечне, то нужно ли вернуть территории на севере Чечни и Дагестана, села Сары-Су и другие Нагайские, а Нагайцы один из народов Дагестана? На твоих роликах вставляется харамная реклама кредитов и реклама с запрещенными элементами по шариату, такие как музыка и открытый аурат. Тумсо, ты специально выбираешь себе выгодный вопрос, чтобы ответить? Вот ты жук, да, Рашид? Здесь у меня есть специальный такой бот. Тумсо, сможешь ли ты описать самый страшный сон Кадырова? Ну, наверное, это сон о том, как он просыпается и ему сообщают, что Путин всё. Либо он умер, либо просто всё. Свергли. Это, наверное, его самый страшный сон. В русских фильмах о войне в Чечне постоянно чеченских боевиков больше в нереальное количество раз. Боевиков две тысячи, а русских сто человек. И русские сопляки всегда побеждают. Кадыров 1500 победил. Зачем этот цирк? Меня тоже всегда это очень забавляло, что они показывали количество преимущества на стороне чеченцев. Это действительно абсурдно, конечно. Когда они говорят про псковский десант, про его уничтожение, что две тысячи матерых отъявленных головорезов против ста человек роты псковского десанта. Это, конечно, смешно. Это настолько низкопробная пропаганда. Это такой позор. Так стыдно просто. Это не то, что говорить. Слушать это стыдно. Представьте, как это говорить об этом. Как думаешь, почему же Турция не признала независимую Чеченскую республику Ичкерия? Грузия признала Чарии, но Турция не признала. Потому что за этим последовали бы определенные дипломатические санкции, очень такие ощутимые для Турции. Это серьезно поссорило бы Турцию с Россией. И поэтому многие страны, почти все страны на это не пошли. Что касается Грузии, то тут тоже не все так просто. Признал Гамсахурдия. Гамсахурдия на момент признания уже был изгнан из Грузии. Поэтому говорить, что Грузия признала, да, юридически это можно сказать, конечно же, но фактически мы понимаем, что это за признание было. На момент этого признания Гамсахурдия находился в Чечне, в изгнании из Грузии. Поэтому единственное государство, которое реально на государственном уровне, будучи властью в своем государстве, признало независимость нашей страны, это был Афганистан. Афганистан при Талибах 1.0, да, сейчас Талибы 2.0. Вот они признали, но они уже на тот момент находились в состоянии практически войны. Это единственная страна, которая, можно сказать, полноценно нас признала. В том что, как думаешь, почему чеченцам и русским удалось сохранить нормальные отношения, несмотря на вечные геноциды и войны, в отличие от армян и азербайджанцев? Не знаю. Ну, азербайджанцев с армянами, конечно, да, там жесткая ненависть. Почему мы не скатились до такой ненависти? Не знаю. Как-то нам удалось. Может быть, потому что все это время этих войн, ну, по крайней мере, последних войн, в Чечне рядом с нами проживали русские люди. Были те русские люди, которые сражались вместе с нами, среди которых были наши братья, да, помимо этих Всевышнего Аллаха. Может быть, из-за этого. Не знаю. У меня нет какого-то готового ответа на этот вопрос. Было бы хорошо, конечно, если бы у азербайджанцев с армянами тоже получилось бы избежать вот этой тотальной ненависти друг к другу. Но там, к сожалению, у них и у них не получилось это сделать. Томсо, ты специально выбираешь себе выгодный вопрос, чтобы ответить? Вот ты жук. Да, Рашид, здесь у меня есть специальный такой бот. Он заточен на то, чтобы выбирать выгодные для меня вопросы. А невыгодные, сложные, которых я боюсь, вопросы, он просто их мне не показывает. Поэтому можете даже не пытаться мне задавать. Бот отработает. А после ботов у меня еще отрабатывают модер и два человека. Они тоже специально заточены на то, чтобы невыгодные, сложные, неудобные вопросы, заводящие меня в тупик, чтобы они здесь не проходили. На твоих роликах вставляется харамная реклама кредитов и реклама с запрещенными элементами по шариату, такие как музыка и открытый аурат. Так что твой заработок на монетизации под сомнением. Гамзат Салманов, я, к сожалению, не могу никак это контролировать. Рекламу вставляю не я, если ты говоришь про рекламу в ютубе, то ее сам гугл тебе вставляет. И какую рекламу там поставить, это решают они. Никак на это повлиять я, к сожалению, не могу. Так что прояви-ка мне снисходительность, брат. В Тумсо, в Киеве тоже есть улица Джохара Дудаева, Амина Акуева и в Днепре улица Иса Мунаева, где независимость Украины на Майдане независимости разворачивали большой флаг. Да, кстати, я прошу прощения, что я забыл про Украину. Это действительно очень важный момент. Во Львове есть улица имени Джохара Дудаева. В самом Киеве есть тоже, по-моему, улица. И, да, Иса Мунаев, да помилуйте всех Всевышний Аллах, погибший как раз в Украине в войне против России. Дебальцево, по-моему, он погиб. Есть также и улица его имени. Тумсо, зачем ты обсуждаешь и споришь на тематику религии, ислам и военных походах, чеченских муджаитов во время войн, не имея диплом, что ты окончил Исламский институт или ни один день не воевал? У меня незаконченное. Я учусь и намерен учиться всю жизнь. У меня будет всю жизнь незаконченное образование. В любой причем направленности. Салам алейкум, ты в Телеграме не так вежливо ведешь себя. Лицемерие, думаю, это... Нет, Хамза, это не лицемерие, это просто режим, понимаешь? Работа, дом, это разный режим. Здесь мы как бы на работе. Я прихожу такой, специально одеваю что-то. Ты одеваешься утром, когда идешь на работу. Вот так же я одеваю что-то постоянно. Я же не сажусь здесь в домашней футболке. То есть я такой пришел как будто бы на работу. И естественно, у меня есть какие-то рамки. А когда мы в чате, то я как будто бы дома. Как будто мы сидим вместе за столом. И друг друга перебиваем. Один что-то разговаривает. Я говорю, слушай, передай мед, пожалуйста. Или сахар дай сюда. Вон, ложку сюда передай. Вот так мы как будто сидим по-дружески и общаемся. А здесь мы типа коллеги. Мы все на работе. Ответь, пожалуйста. Говорят, что ты раньше работал в команде Кара. Это правда? Нет, брат. Это неправда. Никогда не работал в их команде. Хвала Аллаху. Проверка бота. Бот занимается ли Тумсо криптой? Сколько биткоинов у него? Какие монеты в кошельке? Сказать, что я занимаюсь, было бы неправильно. Я скорее юзаю. Я пользуюсь криптой. Но не занимаюсь. Кто занимается криптой? Я считаю, что занимается криптой человек, у которого есть майнинговая ферма. Он ее майнит. Он трейдит. Занимается трейдингом. Продает, покупает, на этом зарабатывает. А я такой типичный потребитель. Я чисто ее использую, когда мне нужно. Тумсо, если ты говоришь, что Ауховский район нужно вернуть в Чечню, то нужно ли вернуть территории на севере Чечни, Дагестану, села Сарысу и другие Нагайские, а Нагайцы один из народов Дагестана? Во-первых, Нагайцы это не один из народов Дагестана. Нагайцы проживают не только в Дагестане, они проживают на всем Кавказе. И в Карачаево, Черкесии, и в Кабардино-Балкарии, и в Чечне, и в Дагестане. Так что это неуместный был пример. Второе, если бы подобная ситуация была, как, допустим, какая-то территория, она принадлежала тому или иному государственному образованию, территориальному образованию, неважно, и когда-то Сталин, Брежнев, Хрущев, кто бы то ни был, взял бы и по своему какому-то усмотрению перечертил бы эту границу, то да, безусловно, для того, чтобы восстановилась справедливость, эту территорию нужно было бы отдать. Но приведенные и тобой примеры, они не такие, как ты понимаешь. И нагайцы, и кумыки, и аварцы, и испанцы могут проживать на территории Чечни. Им никто ведь не запрещает, они могут там жить. Но от того, что они там живут, территория, на которой они живут, не становится частью Испании, аварии, кумыки или еще чего-то. Она остается на территории Чечни. Субтитры создавал DimaTorzok